Я здесь родилась, они не в Ленинграде, у меня мать ленинградская и отец ленинградский. Они служили под Москвой, а я с 28-го, они переехали сюда, освободились, вот я с 28-го года, безвызда, так что блокаду, все тяжелые дни, тяжелые были, даже не страшно была бомбежка, страшная голодовка была. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление Советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22-го июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы по многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев... Как началось? Бомбить начали? Нет, сразу не начали бомбить. А как поняли, что все началось? Бомбить начали так, с ноября, с декабря месяц. Соединений были, очень много пригородных. И когда мы ходили в аккуратно, как раз на село, разминировали, вот, и там аккуратно с пригородных наши девочки были. Так они смотрели, ой, а это моя труба, это мой дом, это здесь только труба от печки стоит. Когда пришли мы, дошли до Петергофа, плакали все. Мы когда пришли к Петергофу, одни глазницы были во дворце. Так, ой, девчонки, которые так, ну, на коленях. Ну, особенно было очень нам тяжело, особенно, что на детей давали 125 грамм хлеба, а рабочим 250. Мало, очень мало. И как вы выживали? Например, я ходила на рынок, меня, меняла. Я спортом занималась. Каким спортом занималась? Гимнастикой. Гимнастикой и лыжем. Дорого. Ну, родители у меня были попные, так что они зарабатывали хорошо, питались мы хорошо до этого. Вот. Мама всю жизнь не работала. Вот. Все, готовила все. Все пироги. У меня отец очень любил пироги с рыбой. А сколько вам лет было, когда вот это все училось? У меня было семнадцать, у меня отец курил только Беломор, Беломор раньше, и он покупал несколько сразу пачек. Вот он, когда его взяли в армию, у него осталось много папироз и сигарет. И я эти сигареты и папирозы потихонечку меняла то на хлеб, то на сахар, вот, на что-нибудь, на деньги не меняла. Еду. Вот я почему, если бы я на ногах была слабая, я вот тогда бы никуда не ходила и ничего бы не выжила. А так, и мать у меня выжила, и я выжила. Мы картошку ели с кожицей вместе. Вываль. Нет, надо очищать, а нет, столько много картошки, очистить и выбросим. Я мешок из-под противогаза. Мы противогаза нету, потому что уже и туда, значит, и завтра, с обеда завтра. Мы завтракали, мы как завтракать. Мы утром нас кормили, как обед. Ясно? Вот. То, что там давали еще, чтобы с собой взять хлеб там, котлету или что-нибудь там. Мы-то заворачивали все сюда, и вода тоже, и у нас это было... И вы пошли в МПВО, да? А мы девочки были совсем не такие, как сейчас девочки 14. Да? А как вы попали в МПВО? Распределили. Распределили так? Да. И какие были ваши обязанности? Я была сперва на вышке, на верху, на вышке, на вышках дежурили ночи. Дежурили по 3 часа только. Больше не давали. И вот мы на этой, на церкви дежурили. Там сделаны были вот такие откосы от окон. И 4 откоса подходило. Что дежурили? Что смотрели? А мы все время наблюдали. И ночью, и днем. За здебом. И что? Или где там пожары? Там все видать. А если видели пожар? И мы сообщали по телефону. А какие-то развлечения? Все равно тяжело же все время работать. Как-то отвлечься хочется. А ну как? Любовь может быть? Слушайте. Ну как же ведь? Не все же время. Я сегодня дежурю. Завтра нет. Так вот, интересно. Вот. От самого лука бегали. У нас рода малыши бывали. А там танцы у них были. Но скромные. Девчонки, только приходите. Позднее 10 не приходите. А там на танцах до 12. Куда ж уйдешь, да? Мы в школе, мы лазали через окно. Чтобы на танцы сходить? И туда, и сюда. А один раз, вот со мной был, слушайте. Я, значит, собралась. А я же через Кирилл, сразу через Кириллские острова, Кириллский остров, Крестовский остров. И я там жила. У меня там мама была. Вот мы с девочками, кто жил в городе, из семьи были. Нам давали 600 грамм хлеба. Десять утром, десять днём, десять. Мы собирали, просили, чтобы сделали 600 грамм. А мы остальные 600 грамм родили по 200 грамм на сегодня. И ходили домой. Хлеб домой носить, да. А чего же она получает 125 грамм? Ижевенцы. А я была вот в саперной роде. Это вы ходили разминировали, сапёры? Но мы в городе-то не разминировали. Мы пошли разминировать тогда, только когда сняли блокаду. В 44-м году. Вот мы от Красного села до Петергофа. Кругом окрестностей все. Страшно было разминировать? А вы знаете, что страха не было. Нет. Мы шли, даже девчонки, а что, и не страшно. Или мы уже голодовку пережили, бомбёжку. Но вообще вы знаете, что мы жили дружно. Все друг другу помогали? И вот на разминирование тоже помогали друг другу. Так что ж, мы же всё пешком. У нас не было транспорта. Транспорт только был нам из города, привозили продукты. И всё. А случаи были, чтобы подрывались? Конечно были. Конечно были. А я... Вот я сама была контужена. Три месяца мы учились. Три месяца. Ну, как, что разминировать, куда, чего. Мы с тобой затаскали только от Бигфордов шнур тяжелый заряд. А там подложишь под этот самый, зажгешь его и всё. И вот зажгли Бигфордов шнур, взрывали. А с другой стороны подошли, там тоже недалеко. Ну, далеко, но всё равно. И понимаете, волна с той, с другой стороны, а мы за деревьями, за деревьями с ним. Вот, Бавину вот одной, вот, вот так вот. Прылили осколком. А я не знаю, у меня девчонки под ней. Вершиня, ты чего? А я вот так. Не слышу ничего. Ну, дня три-четыре в санчасти пробыла, не ходила на поле. И всё. Сейчас такой дружбы нету в коллективе. То есть война вас всех сплотила, да? Война всех сплотила. Да, да. Всю жизнь дружили после войны. С теми, с кем служили. Всю жизнь дружили. Так вот, мы... Вот сейчас вот мы девочки, которые были разминированы. Я одна осталась из группы. Ну, праздновали с снятия авокады? Праздновали? Радовали? Да, что вы прыгали, бегали. Я знаю. А как, на улицу все вышли? Как праздновали? На улице кей. Господи, ну кто песни пел? Кто смеялся? Кто плясал? Знаете, что? Это праздник, день победы, день победы, день победы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok